Устраивайтесь поудобнее. Начинаем наш вебинар. Хочу представить вашему вниманию поистине инновационный и новый продукт компании Oasis MassMotionFlow. Действительно, продукт совершенно новый. Релиз произошел всего позавчера, то есть продукту всего несколько дней. Естественно, были тестовые версии, но вот создатели решили выпустить наконец сам продукт. Меня зовут Пименов Никита, я технический специалист отдела саппор компании PSS. Мы являемся партнером компании Oasis. Компания Oasis в свою очередь является частью компании Arup. Это гигант в области консалтинга, каких-то индивидуальных решений, идейных проектов. Компания с мировым именем имеет много офисов и точек в различных частях мира. Oasis MassMotionFlow это последний продукт в линейке MassMotion. Служит он главным образом для моделирования людских потоков в 3D-среде. На мой взгляд, это самый удобный и самый простой продукт этой линейки. И я это продемонстрирую на практике. В конце мы построим первый проект. И я покажу, что это очень просто и быстро. Речь пойдет на самом деле о частных вещах. О таких вещах, в которых каждый из нас может поучаствовать. Каждый день встречаем такие события. В общем, внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Это происходит на всех мероприятиях, на всех массовых собраниях. Давка, толпа, ужас. А все во многом происходит из-за того, что пространство, в котором находятся люди, неправильно организовано. Неправильно расставлены эскалаторы, опоры, здания. Как-то неправильно организовано пространство. MassMotion позволяет сделать мир лучше. Мир более организованным. И перевести его на новый уровень социального развития. Да, если во многих сферах строительства уже используются инновационные продукты, которые помогают экономить как время, так и ресурсы. То в сфере общения, если можно так сказать, конструкции с человеком, таких инновационных пакетов почти что нет. MassMotion первый из них и один из них. Теперь, собственно, немного о самом продукте и его описании. Это, пожалуй, самый мощный и инновационный инструмент для моделирования и анализа людских потоков. Данные для MassMotion собирались в течение многих лет. Основаны они на реальных экспериментах с настоящими людьми в настоящих объектах различных. Это инструмент, позволяющий предсказать взаимодействие людских потоков с окружающими объектами и также мощный помощник в решении задачи оптимизации пространства. Действительно, вы можете изменять 3D-пространство модели каким угодно образом и существует сотни способов проанализировать происходящее в модели. MassMotion очень такой дружественный продукт, по сути дела. Очень простая интеграция BIM-моделей через формат EF-C она происходит из многих других программ. Существуют реальные примеры использования уже на сей день продукта компании OASIS MassMotion. Предыдущих версий, естественно, потому что MassMotion Full новый. Это в основном различные сооружения в Лондоне, но и различные международные проекты также присутствуют. В России еще пока не произведено ни одного проекта с использованием MassMotion. Как вы видите, MassMotion применим для абсолютно различных типов объектов. То есть, это могут быть какие-то специализированные места или частные, которые, ну, допустим, как очереди в фастфудах или школы даже, где каждый день много людей проходит. Предыдущим продуктом был MassMotion 6. MassMotion 6, конечно, мощнее был, чем MassMotion Flow. Он позволял более широко анализировать получаемую информацию. То есть, там были некоторые функции, которые позволяли создавать какие-то сложные модели. Как показала практика, это далеко не всегда нужно, поэтому компания пошла по пути упрощения продукта. Плюс ко всему, два главных неудобства MassMotion 6. Это то, что он требовал SoftImage 2014, продукт компании Autodesk. И он стоил много дороже MassMotion Flow. MassMotion Flow по сравнению с ним практически ничего не стоит. И, как я уже говорил не один раз и буду повторять, он очень простой. Теперь, собственно, перейдем к самому MassMotion Flow. Вот это стартовое окно программы Oasis MassMotion Flow. Как вы видите, очень мало вкладок. Очень мало вкладок. Здесь в меню, самое большое, конечно, меню, это меню анализа. В верхнем меню расположены какие-то иконки из различных подменю, для того, чтобы удобно было ими пользоваться. Здесь расположена панель изменения каких-то объектов. Об этом тоже, ну, все покажу, расскажу. Внизу временная шкала для симуляции. Здесь расположено будет дерево объектов. Там различные есть способы фильтрации объектов и выбора их достаточно удобно. И каждое из этих окон можно отключать, включать по своему усмотрению. И перед тем, как создавать какой-то большой проект, мы должны познакомиться с базовыми объектами в среде MassMotion. Для этого я создам новый проект и продемонстрирую каждый из объектов. Каждый из объектов, он заменяет массу реальных вещей, массу реальных конструктивных элементов из мира. Имеет громадное количество свойств. Каждый из элементов моделирования. Сейчас буду показывать. Самый первый из них, базовый, это пол. Пол представляет собой поверхность какой-то комнаты или помещения. Поверхность этого можно редактировать различными способами. То есть, придавать ей абсолютно любую форму. За исключением, может быть, каких-то кривых поверхностей. Потому что здесь аппроксимация происходит треугольниками и прямыми линиями. Но это не проблема, если вы импортируете геометрию из другой среды. Здесь в MassMotion можно создавать достаточно простые геометрические объекты. Можно регулировать его длину, ширину. Задавать все это по координатам. Можно вращать его вокруг собственной оси. И даже не одной. Выставляю опять на нули. Можно перемещать его как ручную, так и по координатам. Также существует несколько режимов редактирования. Еще это редактирование по узлам. То есть, также выбираете какой-то узел, можете его трансформировать. Но узла нет, перемещать можно. Можно поднять его, опустить, переместить куда-то в сторону. Можно редактировать ребра. И можно редактировать части поверхностей. Таким образом, чтобы они становились либо шире, либо куда-то убегали, уезжали. Можно создавать новые части поверхностей таким вот образом. И редактировать их опять снова. Для демонстрации следующих объектов мне понадобится второй пол. И я его скопирую. Перенесу его сюда, скажем. Таким образом. Ну, пускай у меня будут такие достаточно кривые помещения. Я продемонстрирую следующий объект. Он носит название Link. Выполняет функцию двери. Дверь соединяет два пола. Ее точно так же можно изменять в размерах. Любые габариты можно ей придать. И для того, чтобы дверь функционировала между полами правильно, она должна их соединять. Здесь зеленый индикатор есть, который отображает, что все работает правильно. Следующий объект, может быть, наиболее самый часто распространенный. Это барьер, преграда, которую наши люди должны обходить. Это могут быть стены. Да, помещение комнаты не обязательно ограничивает стенами, потому что, ну, по сути дела, границы этого пола являются естественными стенками. Можно его изменять каким угодно образом. Как-то выращивать поверхности. Как-то вращать их. Ну, как угодно. Следующим объектом, который я хочу показать, это пасс будет путь. Это, по сути дела, та же самая дверь. Единственное, что в единицу времени на ней может находиться только один человек. Только один агент. И преимущество пассов в том, что они могут быть расположены как-то горизонтально. То есть, по сути дела, они могут выполнять функцию лифта. Я продемонстрирую это. Вот, я поднимаю на новый уровень пасс и продублирую пол, чтобы соединить их вместе. Вот они соединились. О чем говорят зеленые индикаторы. Следующим объектом, следующим типом объектов является лестница, пандус или эскалатор. Я создам один из них. Они все выглядят одинаково в среде MassMotion. Единственное, имеют различные параметры. Различные функции. Таких проблем при синхронизации, как и у меня сейчас, ну, конечно, тоже даже не проблема. Некоторые сложности при импорте нет. Там все объекты выстраиваются самостоятельно. Максимум, что нужно, немножко подредактировать поверхности соприкосновения. Я все покажу уже на реальном объекте. И последний объект, который я хочу продемонстрировать, это портал. Портал это некоторая контрольная точка, откуда наши агенты могут появляться, куда они, собственно, могут уходить, выходя из нашей симуляции. Или же это какие-то контрольные пункты, где агенты могут оставаться, ждать какое-то время, ходить вокруг них и тому подобное. Выглядит он как зеленый прямоугольник. Естественно, ему тоже можно придать любую форму. И у него также достаточно много свойств. Ну вот, собственно, мы познакомились с базовыми объектами MassMotion. Они действительно, пожалуй, исчерпывают абсолютное большинство архитектурных объектов реального мира. Настало время большого проекта. Для этого я импортирую геометрию. Геометрия изначально была создана в среде ревита. И поэтому при экспорте VFC она имеет настройки уже базовые. То есть, если бы создавалась стена или перекрытие, они имеют статус стены и перекрытия. И здесь их очень просто определить. Я сейчас покажу, как. Модель среднего аэропорта по размерам. Может быть, даже маленького. Достаточно. На примере ее покажу, как использовать MassMotion. Вот первым делом появляется окно, которое позволяет выбрать точку вставки. Может быть, как-то изначально базово развернуть нашу импортированную геометрию. Я не буду, естественно, это делать. Потому что мне лучше, чтобы это все было в нуле. Я больше ничего не буду импортировать. Здесь какой-то мусор. Изначально модель имеет вот такой вид. Все объекты серые и неопределенные. Серый цвет сигнализирует о том, что объект никак не определяется. Среди MassMotion. Мы можем определять объекты вручную. Допустим, это вот у нас перегородка. Я хочу ее определить как барьер. Это у нас... Я пока скрою. Это у нас дверь. Я хочу определить ее как линк. Вот таким образом. Повторюсь, да, модель создана на Вребите, поэтому я могу выделить все. Нажать авто, определение. И все объекты, ну, практически все объекты, за исключением каких-то сложных форм, как, например, пункты выдачи багажа, они автоматически определяются. Нужно внимательно проверить, какие объекты не определились, определить их вручную. Вот здесь вот на пункте досмотра некоторые вещи не определились. У них тоже барьерами будут. И эскалаторы создались, переделались, но не доопределились, потому что верхние поверхности не дотянулись до пола. Мы их определяем как эскалатора. И немножко выращиваем верхние поверхности. Для простоты редактирования есть несколько видов. Верхний, фронтальный. Я вот перейду в верхний, изменю стиль рендеринга, чтобы было удобнее все смотреть. И отредактирую вторую группу эскалаторов таким образом. Выбираю их грани. И продлю. Все. Осталось назначить направление одного эскалатора в противоположную сторону, потому что сейчас, как показывают эти стрелочки, они направлены в одну сторону. Для этого заходим в свойства и просто меняем направление на противоположную. И здесь. Как я уже говорил, объекты имеют массу свойств, массу настроек. Некоторые из них я сегодня продемонстрирую. Они не понадобятся для моделирования. Ну, теперь, собственно, после того, как все объекты определились, остались какие-то объекты из среды Revit, допустим, как крыши, которые не очень нужны. И MassMotion не совсем понимает, что это такое. Я их просто скрою, чтобы наша модель выглядела... Да, вот этот пол надо определить. Тоже он нам понадобится. Я его скрыл. Все объекты определены, и мы можем приступить к созданию нашей модели. Первым делом нам нужно определиться, откуда наши агенты будут появляться и куда они будут стремиться. Я создам первую группу персонажей, которые будут идти с улицы. Здесь создам портал. И идти в какой-то из ворот, на какой-то из площадок, для того, чтобы сесть на самолет. Для этого мне понадобится портал. Создаю здесь портал. Увеличиваю его. Сейчас еще на середине. Затем увеличиваю его, чтобы он был по всей ширине улицы. Агенты непосредственно будут появляться из него. Но можно в настройках его сделать так, чтобы наши персонажи появлялись на всей поверхности пола. Также можно настроить, будут ли агенты только выходить из него, или могут они как и входить, так и выходить из него. Сделаю его немного побольше. И я хочу переименовать. Навигация по объектам достаточно удобно выполнена в среде MassMotion. Можно нажать на мишень, и мы сразу же увидим в дереве элементов тот элемент, который был выбран прежде. Я назову его скрипт. Теперь время создать гейты. Наши места для посадки. Здесь тоже создаю портал. Портал. Сначала его сделаю поменьше, чтобы он полностью поместился на эту поверхность. И можно для красоты его развернуть. Точно так же переименую его. Пускай это у нас будет Gate1. И скопирую его на все посадочные площадки. Такого инструмента, как создать массив, нет в MassMotion. Но можно копировать группу объектов. В дальнейшем так же покажу. Мне понадобится. И последний. Подредактирую немного эти двери. Потому что они маленькие, я вижу уже. Немножко. Мне понадобится немножко вырастить. Вот таким вот образом. Вот. Посадочные площадки созданы. Переменую их, чтобы не путаться. В дальнейшем усложним нашу модель. Создадим несколько групп. Людей. Независимых. И нам понадобятся все эти выходы. Отлично. Осталось создать места регистрации пассажиров. И места приема, выдачи багажа. Для этого я точно так же буду использовать порталы. Начнем с регистрации. Создам здесь портал. Как видно здесь, у меня 5 окошек регистрации. В каждом из пунктов, если можно так назвать. Поэтому делаю количество порталов по количеству окошек. Что было красивее. Я дублирую его. Точно так же переименую их. Пускай это будет регистрация 1.1. И так далее. Это будет 2.1.2. 2.1.3. 4.1.5. И теперь скопирую их все в соседний пункт. Таким образом. Переменую тоже для удобства. 2.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.2.1. 1.2.1.2.1. 1 назову его B1 слово baggage и 2 B2 Так, наши порталы готовы контрольные точки, нужно задать входы и выходы Логично то, что в этой части модели пассажиры будут выходить пол то, что пол он определился, но двери не присоединились к нему показывать синий индикатор сейчас мы это исправим это из-за того, что я в самом начале скрывал а теперь он появился после того, как все эти объекты уже определились так, дверь увеличена создадим как раз таки ходы и выходы здесь на этих дверях поставлю только одно возможное движение направление движения в свойствах direction from box to ball здесь очень удобно сделано с одной стороны таких разносторонних объектов кубики с другой стороны шарики и можно поставить направление отталкиваясь от этих геометрических фигурок а здесь наоборот это будет зона, где люди будут входить в аэропорт поставлю выходы входы болт бокс все готово все, настало время создать наших первых людей на этом объекте для этого мы идем в меню events существует несколько типов событий среди масс-мошен первое из них это просто путешествие это путь от одного портала до другого по сути дела во время этого похода агент выбирает просто наикратчайший путь и идут от точки А к точке Б во время режима циркуляции мы можем добавлять какие-то промежуточные пункты в которые должны прийти наши персонажи ну вот в нашем случае как раз таки это пункты регистрации пункты выдачи багажа мы их задействуем следующий тип это тип автобуса ну или какого-то транспорта это когда в какой-то временной промежуток автобус приезжает и персонажи появляются внутри него а часть другая может пойти в него это может быть что угодно вагон метро троллейбус трамвай опять же что угодно и следующий режим последний это режим эвакуации создаются зоны из которых персонажи должны максимально быстро эвакуироваться в тот или иной портал опять же там много настроек подойдет в принципе для наверное практически для любого типа симуляции ну вот создаем наших людей первым делом можно поменять цвет которым они будут высвечиваться ну я создам красный допустим и назову from street to git ну пускай они на первую посадочную площадку будут проходить дальше здесь настройки времени появления персонажей я поставлю абсолютное время начала симуляции пускай они с самого начала появляются здесь время за которое появляться наши агенты будут ну я поставлю пять минут пускай они в течение пяти минут приходят опять же там время можно поставить любое в этом они ограничены до девяносто девяти часов можно поставить соответственно соответственно это тип распределения персонажей как они будут появляться абсолютно различные есть экспоненциальные логарифмические нормальные распределения я поставлю чтобы они просто равномерно не приходили количество людей которые будут созданы я поставлю двести чтобы было чуть-чуть побольше в данном окне выставляется профиль профиль это настройки собственно самих людей здесь достаточно много настроек и они исчерпывают все пожалуй принципы базовые такие перемещения людских масс размеры персонажей скорости их различное распределение скоростей даже можно поставить право ориентированно или лево ориентированно в зависимости от страны причем есть степени ориентации можно загрузить какое-то изображение персонажа чтобы они были красивее и опять же даже можно выставить приоритеты будут ли люди стоять в очереди или они предпочтут какой-то долгий путь очереди или что-то тому подобное дальше нам нужно создать место появления наших людей это будет улица и конечный пункт в нашем случае это гейплан на следующей вкладке как раз таки различные настройки циркуляции наших персонажей какие-то промежуточные пункты есть различные режимы циркуляции в течение какого-то времени пока не сделали какое-то количество раз это повторение или до какого-то времени здесь количество можно поставить наших повторов но здесь опять же различные распределения есть я поставлю что нам один раз нужно только пройти регистрацию зарегистрироваться и пойти пройти на посадку здесь время ожидания во время прихода какой-то контрольной точки я поставлю что пускай не регистрируется в течение 20 секунд ну ускорим наш процесс и есть стиль ожидания они могут просто как-то рассредоточиваться по полу или просто стоять в портале здесь выбираем пункт регистрации и в общем-то это готово дальше я хочу чтобы мои агенты после того как проходили регистрацию шли через пункт досмотра поэтому я поставлю направление дверей пункта досмотра определенным образом чтобы только те люди которые выбрал еще некоторые только те люди которые идут на борт самолета чтобы они проходили через пункт досмотра бокс готово и поставлю задержку в течение ну скажем 10 секунд чтобы человек когда проходил пункт задерживался как будто бы его досматривали тут много различных настроек есть вот я поставлю задержка на выходе пускай будет 10 секунд можно приоритеты расставлять по проходу через двери что допустим входящие люди имеют приоритет перед выходящими или наоборот и последнее и последнее что нам нужно создать сейчас это событие которое будет символизировать начало посадки есть такое событие в масс-motion как open gate в какой-то временной промежуток может быть циклический может быть единовременный а может быть после какого-то времени происходит открытие той или иной двери до того момента пока дверь не открыта персонажи начинают концентрироваться около этой двери там ждать открытия ее и тому подобное для того чтобы сделать дверь воротами мне нужно здесь в свойствах поставить крестик есть стили ожидания опять же я оставлю фокус он таргет сколько они должны подождать перед тем как зайти после того как дверь открылась но я поставлю чтобы они не ждали и создам событие open gate gate 1 я поставлю пускай оно пускай самолет подают в 5 минут выбираю дверь и в общем-то все готово все можно запустить нашу симуляцию я для этого перейду в 3D вид чтобы было нагляднее перед тем как мы запустим лучше создать папку рабочую в которой будем работать я создал папку тест это будет моя рабочая папка это можно сделать в генеральных настройках здесь точно так же можно поставить время нашей симуляции в общем ну и различные еще настройки создаю новый забег определяю папку все готово запускаем нашу симуляцию подсчет достаточно быстрый продукт мощный можно создавать до 1 миллиона агентов на больших объектах считаться может быть конечно долго но MassMotion с этим справится появляется окно которое показывает статус наших вычислений время затем количество ну популяция это просто общее количество в модели сколько на данный момент создано агентов и время подсчета дальше здесь есть информация о том сколько агентов всего было создано сколько успешно завершили свою задачу вот в нашем случае все успешно завершили задачу посмотрим что получилось для этого нажимаю на play и мои агенты начинают бежать есть различные скорости просмотра можно точно так же двигать как-то временную шкалу я поставлю x10 чтобы быстрее смотреть скорость достаточно комфортная для просмотра вот мы видим то что наши персонажи идут здесь регистрироваться затем они вместо того чтобы идти через пункт досмотра побегают по эскалатору ну в общем то это логично потому что здесь кратчайший путь здесь нужно подняться на эскалаторе преодолеть такую очередь пройти а здесь он как быстро в реальной жизни может быть даже эта зона и открыта но как правило функцию направления выполняют какие-то указатели указания служащих аэропорта или что-то тому подобное в нашем случае можно поступить проще создав какую-то преграду на пути персонажа как я это сделаю сейчас создам просто барьер чтобы им было быстрее идти там нежели выходить из здания аэропорта как-то идти еще где-то создам второй чтобы они здесь тоже не могли пройти не очень аккуратно но это не важно сейчас точно так же мне придется создать барьер вот здесь чтобы люди шли по этой длинной очереди ну как правило здесь действительно в аэропортах стоят кордоны какие-то да и здесь обычно служащие аэропорта стараются развести людей которые совершают посадку и которые совершают высадку с борта здесь я использую этот барьер покажу как можно использовать существующую геометрию редактировать ее и выращиваю эту сторону готово все теперь люди должны идти через рамки металлоискателей запускаем залог сейчас мы только можем кое-что проверить все хорошо вышло окно предупреждающее о некоторых ошибках я знаю с чем связаны ошибки сейчас расскажу пока будет вестись подсчет я создал перегородку которая делит наш пол по сути дела на два и у агентов нет возможности перемещаться между различными частями этого холла об этом осмолши меня просто предупреждают в нашем случае это не важно потому что нам надо чтобы они шли по определенному маршруту запускаем вот агенты идут к регистратуру затем поднимаются наверх по эскалатору и идут я чуть перемотаю чтобы было видно идут только через две вот этих двери через две вот эти рамки металлоискателей это тоже естественно потому что наши агенты стремятся пройти кратчайшим путем массмошен я это предусмотрел есть такая функция как банк банк создает двери так что они становятся равноправными сейчас я выбираю вот эти двери добавляю их сюда и все теперь агенты должны идти через все эти двери перезапускать сейчас не буду сразу же создадим новую популяцию агентов которые будут высаживаться самолета и идти за багажом для этого опять создаем событие циркулеет пускай не будет холодного цвета чтобы мы их видели сразу же пускай не появляются мгновенно там в течение 15 секунд предположим и спустя пускай пускай тоже 5 минут будем их сталкивать профиль выбрали теперь выбираем в нашем случае пускай будет gate 2 они будут высаживаться gate 2 from gate 2 прошу прощения street теперь да портал откуда не появляется я создал портал куда не выходит это улица уже определил ее и поставим чтобы они приходили к багажному отсеку здесь тоже поставим чтобы они один раз туда приходили ну и пускай вот они действительно ждут от 30 секунд до 300 пока придет их багаж поставим стиль ожидания spread out чтобы они просто ходили там еще один если мы каким-то образом хотим распределить персонажей между различными порталами да чтобы допустим в какой-то портал ну допустим вот как в регистрации чтобы в какое-то окно регистрации шло персонажей больше мы можем сделать это разделение распределение здесь просто выставив соответствующие числовые коэффициенты запустим нашу симуляцию так вот 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 А, не смог создать агентов, которые двигаются. Я что-то поменял. Видимо. Да, я выставил вес, а надо было не выставлять его. Сейчас заново запущу. Вот, это ошибки уже нету. Сейчас появятся все агенты, которые должны появиться. Смотрим. Смотрим. Вот наши агенты идут на регистрацию. И сейчас я хочу перемотать сразу же, чтобы появились те, кто высаживаются с самолета. Вот они начинают появляться. Смотрим. Да, здесь вот появляется такое очень-очень плотное место, в котором агенты начинают толкаться, как-то пересекаться. В общем-то, это не очень удобно. Гораздо было бы логичнее создать где-то посадку здесь, в этой части аэропорта, а высадку здесь. Но, а, так, агенты почему-то бегут мимо. Включу. Бегут мимо моего багажного отделения. Сейчас перезапущу. И поэтому я это сделал специально, так распределил движение агентов, чтобы показать, что бывает организовано пространство неправильно. И можно достаточно просто организовать по-новому, более удобно. Перематываю до персонажей. Так, а почему-то они бегут мимо. Мимо моего... А, правильно. Здесь я выставил не ту категорию циркуляции. Забыл просто. Сейчас должно все получиться. И сразу же, чтобы заново долго все не считать, создам еще по одной популяции людей. Еще одни, пускай персонажи совершают посадку. И еще одни персонажи будут совершать высадку. Для этого я просто откопирую их. Это у меня будет высадка. Здесь тоже сделаем их холодного цвета, зелеными. Пускай они высаживаются с площадки номер 4. И пускай в 7 минут приходит их самолет. Здесь меняем площадку на четвертую. Они выходят на улицу. И сейчас я меняю багажное отделение. Проверяю все. Да. Сейчас должно все работать. Выключаю. И копирую персонажи, которые идут на регистрацию. Тоже теплого цвета их какой-нибудь. Желто-оранжевого такого. Пускай они начнут появляться. Там 3 минуты. И тоже будут в течение 5 минут приходить. Самолет им подадим в минут 7. Пускай они идут в гейт 3. Единственное оставшиеся. Гейт 3. И циркуляцию поменяем. И поменяем порталы, в которых они должны проходить регистрацию. Добавлю вот эти. Все. Должно все работать. Единственное, что да. Мне нужно создать еще одни ворота. Здесь. Которые будут символизировать о прибытии второго самолета. Что можно будет совершать посадку. 28. Акта 7. Все можно запускать. Снова. Наши персонажи. Сейчас уже их будет около 800 в сумме. Общая популяция. Вы увидите, что у нас motion достаточно быстро их посчитает. Их передвижение. Если будет около 200 км. Подписывайтесь на канал. Вы увидимся. climbered to m... Продолжение следует... 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 Все, вот получили Собственно, опять же, какое-то распределение По времени наших персонажей Все эти графики сохраняются Следующим инструментом является создание карты Она показывает распределение уже на самих объектах MassMotion Ну, допустим, мы можем посмотреть мгновенную плотность Выберем все поверхности Допустим, чтобы было нагляднее И нажмем Evaluate Сейчас ее отодвину и покажу Если я буду двигать ползунок времени То можно будет видеть, как меняется распределение плотности народ-населения В том или ином месте Точно так же можно создать среднюю плотность Которая будет уже постоянной величиной для всей симуляции Ну, точно так же, допустим, на всех поверхностях создам Вот, можем видеть ее Следующий тип Это таблица Можно выводить различную информацию об агентах Допустим, самая исчерпывающая Это полная информация об агентах Можно опять же выбирать время, в которое мы хотим рассматривать этих агентов Я создам Вот у нас есть первый номер агента Порталы, откуда он появляется Куда он стремится Какая-то информация по его времени движения Дистанция общая Даже есть его максимальная скорость Можно создать фильтр Допустим, посмотреть Только тех агентов, которые в каком-то путешествии находятся Для этого мы должны создать фильтр А, нет, лучше Trip Фильтр InTrip Допустим, я хочу посмотреть информацию об агентах Которые идут С улицы Предположим, и попадают в четвертое окно С металлоискателем Он называется Агент фильтра 1 Запомнили Теперь Tables Я добавляю существующий фильтр Вот получил всех этих персонажей Которые приходили туда Средств для анализа масса Можно в конце концов Записать красноречивое видео Которые имеют тоже там Ну, достаточно много настроек В различных форматах Можно записывать В различном разрешении Наша модель, в общем-то, готова Хочу дать дополнительную информацию Вот, прошу нажать Print Screen Чтобы посмотреть дополнительную информацию Об этом продукте Можно воспользоваться бесплатной Присоединенной пробной версией Она полная Сейчас работает хорошо Все Можно посмотреть существующие уже Вебинары Которые созданы Непосредственно Компанией Владельцем Можно на канале YouTube Посмотреть видео Почитать, посмотреть Про предыдущую версию Масс Моушен Опять же Дополнительную информацию Можно получить и у нас Тоже Прошу сейчас Print Screen нажать Когда закончим Различные учебные курсы Мероприятия У нас Можно получить Вебинар будет На YouTube Выложим В группу На Facebook Можно зайти Наши Посмотреть Различные новости Можно получить У нас Исчерпывающую информацию Обо всем этом Я хочу оставить Свою визитную карточку Со мной можно связаться Я постараюсь Ответить на все ваши вопросы Как-то вам помочь Поддержать вас Вот И Спасибо за ваше внимание Спасибо за внимание